Здравствуйте! В Череповце вновь усиленно ловят водителей и пешеходов. Все подробности далее. Пешеходный переход. Как отмечают инспекторы ДПС, одно из основных нарушений, которые допускают пешеходы, это переход дороги в неположенном месте на красный сигнал светофора. Вот сейчас смотрели, как вы переходили ту дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. На какой сигнал должны пешеходы у нас переходить? А почему вы на красный пошли? Почему? Объясните. Что не было? Нет, а красный, для чего тогда сигнал вообще нам нужен? Для чего горит красный? Красный горит для кого? Для пешеходов, чтобы они остановились, они шли через дорогу. Вот так у нас совершаются наезды на пешеходов, которые перебегают на запрещающий красный сигнал и попадают с тяжелыми травмами в больницу. Зачастую такие моменты заканчиваются просто-напросто гибелью людей. Вам еще жить и жить, а вы побежали уже. А так куда там смотреть, вам горел красный? Зачастую такие пешеходы, которые не терпят, это и торопятся на красный сигнал светофора, получают серьезные травмы, увечья или погибают. Сколько вам лет-то полных? Машин же нет, правильно. Подождите, красный-то для кого, для меня придуман? Или он не совсем красный просто? Красный. Красный? Так вот на красный надо стоять, а на зеленый надо идти. Это, по-моему, в школе еще проходили. Мы сейчас нарушили правила дорожного движения, перешли дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. На какой сигнал-то пешеходы у нас должны переходить? На зеленый. На зеленый. Так вы такой большой мужчина, все знаете. Показывайте пример своим, вот, не знаю, пример отрицательный даже для школьников. Очень часто у нас пешеходы попадают в ДТП именно потому, что они нарушают правила дорожного движения. Ну и какие новости еще происходят по линейке БТД, расскажем прямо сейчас. В выходные прошли очередные рейды, в ходе которых выявляли нетрезвых водителей. В итоге инспекторы отстранили от руля 12 пьяниц. Как отмечают в ГИБДД, автолюбители на веселе выявляют в ежедневном режиме. Немало водителей и в состоянии наркотического опьянения. Какие меры стоит применить к автоалкоголикам? Этот вопрос наша съемочная группа адресовала жителям Череповца. Убирать права до конца жизни. Почему? Не думаете, что слишком суровое наказание? Нет, я думаю, что нет. А если он не думает? Если он не думает, почему это? Лишать прав до конца жизни. Вообще лишать прав надо, потому что они и себя угробят, и еще вместе с ними много пострадавших будет. Но ведь они бывают и без прав начинают ездить. Тем не менее, это еще более злостное нарушение, раз без прав они ездят. Надо милиции строго отслеживать полиции. Потому что и так много всяких разных причин в жизни, когда мы можем пострадать, еще только вот от этого осталось. Это очень строго, мне кажется, строгие меры. Да и лишать прав и вообще лишать на несколько лет ваше право водителей. Цены повышали, боролись тоже. И сухой закон был, и ничего не помогает. Я не знаю, что с русскими людьми делается. Представления не имею. То есть вы считаете, что вообще никак эту проблему не решили? Я так считаю, что нет. Лишать правды и все. Ну вот вроде лишает полтора. Да не лишает ничего. От полтора до двух лет. Одни разговаривают. До сказки все это. Иначе бы не было. Чаще, наверное, рейды делать и не объявлять об этих рейдах во всеуслышание. Чтобы для них не было предупреждений. Иначе у нас ведь всегда предупредят, что, ребята, мы будем вас ловить. Не садитесь за руль. Рейд пройдет и снова садятся. Штраф, наверное, увеличить. Ну и так 30 тысяч рублей. И право не лишает. Значит, наверное, больше. А до какой суммы, по вашему мнению? Тысяч до ста. Может, я задумываюсь. Регистрационные знаки должны быть читаемы. Об этом тоже и в ежедневном режиме напоминают инспекторы ГИБДД автолюбителям. Номер не должен быть заляпан грязью или снегом, но или скрыт при помощи листочка, краски и прочих средств. Вот теперь видно, оказывается, у вас и номер-то красивый был. Да уж какой он красивый. Да красивее не бывает. Беленький. За нечитаемые номера предусмотрен штраф в размере 500 рублей или лишение водительского удостоверения. ГИБДД приглашает на работу на офицерские должности. Требования к кандидатам. Мужчины не старше 35 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие водительское удостоверение категории «Б», прошедшие службы в вооруженных силах, наличие высшего среднего профессионального образования. Желающие могут обратиться по адресу Бабушкина, 27, кабинет 415, телефон 67-1309. Сотрудники уголовного розыска разыскивают потерпевших. В полицию поступило несколько заявлений от Череповчан. Истории у потерпевших казались похожи. Все размещали объявления о продаже автомобилей на одном из интернет-сайтов. С ними связывался молодой человек и предлагал свои услуги в качестве продавца. Злоумышленник забирал транспортное средство под предлогом написания расписки долговой и что денежные средства им будут возвращены в течение месяца. То есть, если автомобиль он забирал с целью продажи его на запчасти, то обещал 10% оставлять себе, а остальную сумму продавцу возвращать. Автомобили злоумышленник забирал. На этом все. Ни денег, ни транспорта, ни самого предполагаемого продавца потерпевшие больше не видели. Со слов потерпевших на телефонные звонки молодой человек не отвечал. Также они не находили так называемого продавца по тем адресам, которые он указывал в расписке. После чего, отчаявшись найти самостоятельно, уже начинали обращаться с заявлением в полицию. Полицейские предполагают, что потерпевших может быть больше. Пострадавших от действий гражданина просят обратиться в первый отдел полиции либо позвонить по телефону, который указан на экране. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok